Привет, YouTube! Я не очень люблю психологию, потому как это неточная наука и, соответственно, субъективная. А значит, и выводы, которые делает она, и советы, которые она дает, субъективные. К слову, одно из самых точных чисел, которое когда-либо выводила психология, это число 7. Именно столько предметов или цифр может одновременно удержать рабочая память человека. Это единственное, что они смогли измерить. 7. Просто 7. Не 7 на 10 в 23 степени, а просто 7. Насколько это ничтожно с точки зрения современного понимания мира, планеты, вселенной? К слову, в то же время существуют науки, суть которых сводится к постоянному компьютерному вычислению достаточно сложных задач. Для чего же компьютер может понадобиться психологу? Правильно, чтобы репостнуть цитатку из любимого психологического паблика к себе на страничку ВКонтакте. Но психологию как полунауку мы рассмотрим как-нибудь в другой раз, А сегодня поговорим о психологических пабликах на примере двухмиллионного паблика, который называется «Психология». Очень оригинально. Очень полезный, видимо, психологический факт. Кореглазые люди — это сама нежность. Любят они всегда искренне, горячо и отличаются верностью тем, кого выбрали. А вы знаете, у какого народа кореглазые люди составляют от 80 до 92%? Правильно. У евреев. Я ничего против евреев не имею, но мне просто немножко обидно, когда все лучшие, ну, одни из лучших человеческих качеств приписывают целому народу, отдельному народу. И с другой стороны, мне не нравится и кажется полнейшим абсурдом, когда по цвету глаз пытаются строить какие-то догадки о личности, о личностных качествах человека. Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. Вот на этом построена вся психология. У психологов нет научного метода, они именно советчики. Психологи, они не такие уж и врачи, по большому счету. Их задача решить проблему самого человека, а не интеграции человека с обществом, да? Они могут посоветовать тебе что-то. Воспользоваться этим или нет, это уж твои проблемы. Но вот это, по-моему, очень важная фраза. Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса. А верить, это категория, которую любят использовать попы, всякие шаманы, эзотерики различные, ну вот и психологи, соответственно, тоже. Это одного поля ягоды. Больше, чем просто фото. И собачка смотрит на дохлую собачку в гробу. Как я уже говорил, задача психиатров лечить, помогать человеку адаптироваться в обществе. Задача психологов дать совет, выслушать их или нет, это уже другой вопрос. Но они должны дать совет, я должен сделать какой-то психологический вывод, видимо, из этой картинки. Но какой я могу делать вывод из изображения дохлой собаки, на которую смотрит другая собака, пока что еще живая, к сожалению? Я должен понять, что не надо хоронить псов в гробах, а закапывать их в землю по старинке? Так я это и так знаю, я все детство этим только и занимался. Не очень радужное детство. Но чтобы это понять, мне не надо быть психологом. Зато для меня очевидно, что просто кретин человек, который решил похоронить пса в гробу. И кретин вдвойне тот, кто решил очеловечить вторую живую собаку, придать ей какие-то чувства утраты, сожаления, тоски. Псы не способны к высшей нервной деятельности. Они оперируют исключительно инстинктами, как и большинство млекопитающих. Это бездушные твари. Я посмотрел, прочитал всего несколько постов, и мне уже понятно, что отношение даже к этой псевдонауке, психологии, этот паблик имеет весьма посредственное. Вот эта картинка облетела уже миллион, наверное, разно-тематических пабликов. И что мы видим? И так все чаще и чаще. И грустный смайлик. Что в этом удивительного? Женщина просто ищет себе опору. Это абсолютно нормально. Если в условиях средневековья какого-нибудь или начала времен это был сильный мужчина, который мог убить животное, то сегодня это просто бабки. Если женщина найдет себе бабки, она сможет устроить себе гнездо и начать реализовываться там, как женщина. Вынашивать своих детишек, растить их, кормить, заниматься бытом. В этом реализуется женщина. Поэтому я не вижу, что здесь грустного. Особенно в паблике таких чутких людей, как психологи, которые должны, по идее, разбираться в человеческой природе, в его интересах. Мне все больше и больше кажется, что это просто какой-то паблик популистики. И ничего психологического даже здесь нет. Правила путешествий от Паула Куэллио. Избегайте музеев, ходите в бары, путешествуйте один или если ты замужем или женат с партнером, не сравнивай, осознавай, что тебя все понимают. Не делай слишком много покупок, не пытайся проехать мир за один месяц. Путешествия это приключения. Вы знаете, я недавно смотрел статистику заграничных путешествий россиян. И по-моему, около 82 или 85% жителей этой страны никогда не были за пределами родины. То есть за пределами ближнего зарубежья, там СНГ, Украина, Белоруссия и так далее, Казахстана. Главный совет, который должен дать Паула Куэллио, чтобы не лицемерить, да, это напишите с десяток книг, которые станут мировыми бестселлерами. Ценители психологии поймут. И дальше комикс. Учительница спрашивает. Скажите, дети, что такое человек? Человек это мост между животным и сверхчеловеком. Фридрих, спрашивает учительница. Кто такое сказал тебе? Заратустра, отвечает Фридрих. Коли уж вы решили так плоско пошутить и дать отсылку, тогда уж не ценители психологии поймут, а наверное философии, потому что книжка о чем говорит, о чем говорил Заратустра, Ницше это все-таки философский труд, по большей части. И вообще сама книжка достаточно популярна и нельзя говорить о том, что вот суть этого комикса поймут только узкоспециальные какие-то господа. Нет, это достаточно распространенное чтиво. Для мудрого человека каждый день открывается новая жизнь. Дэйл Карнеги. Карнеги вместе с Наполеоном Хиллом я ненавижу больше всех, потому что они породили огромный пласт себе подобных позитивных бизнес-философов, философов по жизни. Творчество которых вылилось потом в массовое промывание мозгов, самовнушение, апогеем. Чего стал фильм «Секрет», «Думай и богатей», «Подсознание может все». Нет, чувак, ебаш и может быть все. Это такая популистика, что даже стыдно в приличном обществе процитировать Карнеги. Песня, которую можно определить даже по картинке. А вы угадали? Очень глубокий психологический тест. Конечно, угадал. Дрочи, дрочи, размашь, дрочи, дрочи, размашь. Обидно, когда ты читаешь великолепную книгу, но тебе не с кем поговорить о ней. Значит, чувак, тебе надо именно к психиатру, а не к психологу. Потому что, если книга действительно великолепная, то другие люди, значит, ее читали тоже. Если ты не считаешь себя, конечно, охуительно индивидуальным, да. Проблема твоя заключается в том, что ты не можешь найти взаимодействие с обществом. А эти проблемы, проблемы адаптации человека в среде других людей, эту проблему решает психиатр. Видимо, такие трудности у тебя имеются. Сто вещей, которые нужно сделать в жизни. Давайте узнаем, что надо сделать нам с вами. И пятый пункт сразу меня насторожил. Вырастить кактус. Зачем? Зачем мне выращивать кактус? Почему я должен купить горшок, семечко или саженец, что там у них? Посадить, поливать, удобрять. Зачем? Зачем мне, мужчине, заниматься твоей хуйней? Объясните, пожалуйста. Или может быть речь о том, чтобы вырастить определенный сорт кактуса до двухметрового состояния, вырезать из него сердцевину, выпарить из него мискалин, упороться им, изменить свое состояние сознания и увидеть мир во всех красках. Может быть, в этом смысле имеется в виду вырастить кактус мне необходимо, а? Я хотел комментировать этот список, думал, тут будет что-то интересное, забавное, но после прочтения трех строчек, что это полнейший абсурд. Купить mp3 плеер. Зачем, если есть сейчас у каждого в мобильном? Завести двух кошек. На кой черт? Особенно у многих аллергия. Гулять во вьюгу. Боже мой, когда ты идешь в школу в России, да, и ты живешь на севере, то ты в любом случае окажешься во вьюгу в школе. То есть, и до нее ты дойдешь, соответственно, ты прогулялся. Это, вот кто такие списки составляют? Я не знаю, что это за отбитые ебанаты. А еще более отбитые товарищи, которые используют это как мануал к действию, да, получить в подарок красивую фарфоровую куклу. Нахуя? Зачем? Чтобы трахать ее? Чтобы переместить свое внимание от реальных детей на фарфоровую куклу? Я не понимаю, зачем это? Подарите себе незабываемый отдых на кубе. Отлично. Замечательный психологический пост, который я видел уже в сотне пабликов, различной тематики, далеко не психологической. Я вот что хочу сказать. Как только паблик перерастает планку там в 100-150 тысяч, он автоматически становится коммерческим проектом, потому что можно размещать рекламные посты, на этом зарабатывать. И постить, соответственно, материалы надо часто. Ну вот смотрим. 19-10, а до этого пост был 18-40, до этого пост был 18-20, до этого 17-25. О, Солженицын, привет. Тоже, по-моему, не очень большой любитель психологии, но тем не менее запущен. А генерировать уникальный контент или даже тематически подбирать, это сложно, потому что тебе надо реально каждые 10-20 минут что-то постить. Поэтому мы не будем судить, мы не будем судить этих людей, держателей пабликов, психологических, философских, огромных пабликов, да, потому что они тоже хотят кушать, и это для них бизнес. Но судить мы будем тех людей, которые всерьез воспринимают такие паблики, как философию, как психологию, как еще что-то, связанное с наукой. Друзья, нахождение в подобных пабликах не сильно отличается от нахождения в паблике МДК, по большому счету. Ищите себе психологические, пусть я даже плохо отношусь к этому, к этой науке, и вообще как к науке отношусь к психологии плохо, к философии. Ищите информацию об этом в книгах, в научных статьях, да даже на тематических форумах, лучше, чем вот, ну вот что это за говно. Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаоко. Он утверждал, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей. Это полная хуйня, потому что эффект создается для всех людей, у всех примерно одно строение. Это иллюзия. Это зрительная иллюзия. И потому как вводная фраза написана здесь, да, что уравновешенные люди видят все в статике, ничего у них не шевелится, да. Поэтому, блядь, идиоты, да, ведутся, и репостов тысяча. К слову, у соседних постов три репоста, блядь, ну это рекламный. Хорошо, у типового пятьсот репостов, у этого же тысяча репостов. То есть люди настолько тупые, что вот обмануть их предельно просто. Ребят, не ведитесь на подобные паблики, в них нет правды. Ищите правду в специальных изданиях, а не во Вконтакте. Всем пока. А спонсор выпуска канал Snowdrop Live. Хорроры, обзоры и прохождение игр. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok